Как молоды они были, подростки 70-х годов. Поколение хиппи, комсомольские ударные стройки, бам и атомаш, виа самоцветы и заветная мечта о новых джинсах. Что ожидало этого парня с модной стрижкой и в гламурных, как сейчас бы сказали, очках? За все поколение отвечать не станем, а вот о нем, улыбчивом спортсмене в модной тогда олимпийке, расскажем подробнее. Знакомьтесь, выпускник одной из общеобразовательных школ города Сумгаита Игорь Груднов. А впереди жизнь, полное испытаний. Она потребует немало доказательств, собственных сил, выдержки и мужества. Многое придется брать с боем, постоянно споря с судьбой. Забегая вперед, скажем, в единоборстве с фортуной наш герой, закалив характер, победит не раз. Он пройдет через тернии к звездам. Причем пройдет в буквальном смысле. Его путь не к далеким манящим звездам ночного небосклона, а к самой настоящей, золотой звезде героя России. Однажды выбрав для себя мужскую работу защитника Родины, преданно ей служит. Его судьба – это нелегкое восхождение от шалости детства к взрослению и выбору профессии. Потом покорение вершин военной науки и трудный путь вверх по карьерной лестнице, которая вела не по паркету штабов, но через полигоны и КПП, затерянных на карте огромной страны военных городков, через окопы, блокпосты и руины Грозного. Помню барак. Напротив школы. Семья рабочая. Отец шофером. Работал, служил в войсках НКВД. Пять лет тогда, по большому счету. Служба проходила. У всех послевоенные годы. Призвали в 1946 году. В 1951 году закончилась служба. Там же по комсомольской путевке и работала ей матушка бухгалтером. Она все время отработала, всю жизнь, наверное, старше бухгалтером и закончила. Ну и семья большая. Три старшие из строя, самый маленький. Вот они ходили в школу, слез доходило, что вот опять пришел учиться. К этому меня больше всего и тянуло. К учебе, к знаниям. Так сложилось, что обстоятельства словно испытывает Игоря Грудного. За годы службы, десятки переездов, каждая новая должность, как экзамен. Начало его офицерской биографии – Украина. Киев, Белая церковь, Житомир. Погоны старшего лейтенанта получил досрочно. А до звезд капитанских пришлось поменять 8 мест службы. Мне нужен был масштаб, мне нужны были люди, мне нужно было, опять-таки, это самое, какую-то пользу государству приносить. Вот здесь. Поэтому я написал рапорт, считая своим долгом, как коммунист, возглавить остальное подразделение, вывезти ее в передовую. Поэтому через год оно было передовым. В 1989 году вместе с красным академическим дипломом получил Игорь Груднов новое назначение – в управлении внутренними войсками по Дальнему Востоку и Восточной Сибири. В середине 90-х снова переезд на Северный Кавказ и должность командира бригады. Горячий Северный Кавказ стал в карьере Игоря Грудного самым значимым делом. Полем для применения знаний, опыта, умения ладить с людьми. А забот здесь не с честь. От участия в разработке специальных операций, контроля за служебно-боевой деятельностью сотен военнослужащих, до решения их насущных проблем. И снова принципиальный подход – думать сначала о деле, а уж потом о себе. «Были такие моменты, когда утром салам алейкум, а вечером здесь же то же самое. Я туда приехал в качестве старшего группировки. Это 95-й год, тактика была таким образом, чтобы весь город стрелял. Когда я приехал, я просто ужасался. У нас до трех тысяч боеприпасов за ночь. То есть вот охрана, периметра и все остальное. Что мы стали делать? То есть на жизнь надо сесть, подумать, что в этих условиях делать. Так, все, товарищи, сидеть не будем. Поехали знакомиться. Где, что, как, надо уточнить, где у тебя. И кто сосед справа, кто слева, где кто дислоцируется. Значит, ты всех научил по периметру, сколько постов было. Выходит на этот сектор наблюдения. Наблюдение. Часовой делает выстрел вверх. Все. И на предохранительный автомат. Пускай он там стреляет, что-то хочет делать, какие-то очереди. Весь гарнизон молчит. Никто ничего не стреляет. Он переходит на этот сектор. Тоже самое система. Опять один выстрел. Переходит на следующий сектор. И вот так, везде и всюду, методом таких проб и ошибок, ну, вышли у меня, ну, 10 патронов, допустим, за ночь уходило. Практически дня через три после вот такой работы у нас город замолчал. То есть он не превратился в какую-то крепость, непонятно. Днем мы хозяева, ночью они хозяева и так далее. Так не должно быть. Хозяин должен быть везде один. Стреляющим городом был Грозный. Аршты, Галашки, Бамут. И Грозный – вот далеко не полный географический перечень тактических точек, где личный состав соединений и частей внутренних войск проявил свои лучшие качества. Кавказский узел пришлось разматывать километрами огненных дорог Чечни и Дагестана дважды. А за этим судьбы, события и персональная ответственность за поступки. Когда гибнут люди под чьей-либо вине, вот это самый неудобный момент, когда ты уже не спишь сутки вторые, третьи и думаешь, в чем ты не прав. Думать о людях, беречь боевых товарищей – вот принцип Игоря Грудного. Ему он не изменил и в январе 2000 года, когда для взятия мощного узла сопротивления, который боевики превратили территории молочного и консервного завода в Грозного, тогда еще полковник Груднов не стал проводить неподготовленных атак. Берег солдатские жизни. Он затратил двое суток, в течение которых под прикрытием огня артиллерии военнослужащие смогли методично продвигаться вперед с минимальными потерями. В ходе боя убито и ранено до 200 боевиков, еще 23 были захвачены в плен. 3 февраля полковник Игорь Груднов во главе одного из подразделений, возглавляемой им группировки «Север», подавляя сопротивление боевиков, вошел в центр Грозного. 29 февраля 2000 года президент Российской Федерации подписал указ о присвоении звания Героя России с вручением знака особого отличия, медали «Золотая звезда» за проявленное мужество и умелое руководство операцией по освобождению захваченной террористами чеченской столицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...